Пока что не видно бойцов. И вот появился дар. Красавчик, любимчик женщин Максим Шпадаренко. Мы слышим женские визги, скрики. Фанатки проснулись. Максим в Таллине. В национальной белорусской рубашке. Белой. С белорусской росписью. Солнце мое, длини на меня. Очень подходящую песню выбрал Максим для выхода. Последние два боя Максим выиграл. Буквально недавно в марте он был в Китае, в Шанхае. Участвовал в восьмерке. И в декабре 2015 года Максим также был на нашем турнире Number One Fight Show четвертого сезона, где он сошелся с соперником из России. И тоже он выиграл у него по очкам. Тем временем Евгений Шевченко, сборная Украина. Это очень серьезный спортсмен из команды Артура Кишенко, который на данном турнире является почетным гостем. У Евгения за плечами уже 23 профессиональных боя, 16 из которых он закончил победой. Вот. И его кличка в ринге Мексиканец. Именно поэтому мы слышим эту мелодию, да. Знакомую всем мелодию Десперада. Евгений является, в общем-то, нокаутером, сильным ударником. Но и Максим не уступает ему. Максим, он технарь. И у него очень хорошие скоростные качества. То есть мы здесь сегодня с вами будем видеть, наблюдать противостояние техники, умноженные на скорость, против силы и мощности. Представители славянских народов встретятся. Одинакового роста спортсмены. Но чуть-чуть тяжелее. А вот по файт-карте я вижу, что чуть-чуть тяжелее Максим. Хотя это странно, потому что, ну, визуально, визуально я бы и не сказал, что Максим на 4 килограмма тяжелее. А вот действительно... И публика приветствует Евгения Шевченко. Да, также последние два боя Евгений выиграл. Он был в Германии в апреле на турнире It's Fight Time. Достаточно известный и популярный турнир. Марко Хеншке был тогда его соперником. И по очкам выиграл Евгений. И в Китае в январе 2016 года на турнире Kunlun Fight. Он с местным китайским соперником тоже выиграл по очкам. Итак, первый раунд начинается. Достаточно быстрый тоже Евгений. Не торопится вступать в схватку. Аккуратничает, аккуратничает. В блок. Максим сработал. Я хочу напомнить вам, что поединок у нас проходит по правилам K1. Соответственно... Три раунда. Да, три раунда по три минуты. Не разрешен клинч. Запрещены удары локтями. Но разрешены удары коленями. И после захвата одной рукой можно ударить только один раз. Все удары должны производиться из стойки. Вот что дает поединку особую зрелищность. Ох, хлесткий, хлесткий. Да, в исполнении Максима. И обратно прозвучал. Отдал долг. По внутренней стороне бедра. Хорошо. Одинаково хлестко работают по ногам бойцы. Одинаково мотивированы бойцы. Никто не хочет выступать. Все хотят показать шоу. У Натальянской арене. Очень коротко работает Евгений. Коротенькие ручки, коротенькие ножки. Такие удары коротенькие. Пока не хочет он заводиться, видимо. Первый раунд он решил так немножко раскачать Максима. Раскачать, заставить раскрыться. Видимо, какой-то коварный план Евгения на этот бой. Бойцы наверняка подготовились. Знают болевые. Болевые места друг друга. И поэтому так просто не раскрываются. Хороший лоу-кик в исполнении Максима. Еще. Мидл-кик по корпусу пропускает Евгений. Аккуратно руками Евгений отвечает. Максим работает лоу-киками. И такое ощущение целенаправленное. Да, жестко вкладывается в удар в лоу-кик Максим. Очень жестко бьет. И уже мы видим красную ногу. Красная нога. Левая нога у Евгения. Не успевает. Он не всегда успевает подставить защиту Евгения. Опять пропускает. Заметьте, опять в то же самое место. В то же самое. Это может плохо закончиться для Евгения. Пограммывает. 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 Пограммывает Евгений Шевченко. Нелегко дались ему. Лоу-кики от Максима. Сказывается общий тоннаж ударов. Кажется, когда пропускаешь первый удар, вроде ничего. Второй ничего. Потом уже перестаешь считать. А после пятого, шестого чувствуешь уже нога. Не меет. Не меет, не поднимается. Да, стойка меняется. Здесь надо задуматься. Пожалуй, лоу-кик это один из самых опасных и коварных, наверное, ударов. Да, для людей, так сказать, не сильно понимающих. Ну, казалось бы, ну что там, ногой в ногу, ничего страшного ведь. То ли дело, ногой в голову. А нет, вы знаете, нокаутировать лоу-киком при определенных навыках. Отправить человека в нокаут лоу-киком, но никаких проблем не составит для подготовленного спортсмена. А бойцы подготовились и уже готовы вступить во второй раунд. Ну что, продолжит Максим напирать. Должен. Поменяется ли его тактика, но продолжает, продолжает давить на уже изрядно покрасневшую ногу Евгения. Чуть пытается по корпусу пробить джеб Евгений. Смотрите. Хлесткий лоу-кик, но кончиками пальцев. По внутренней стороне жесткий лоу-кик от Максима. Это тактика. Еще один жесткий лоу-кик. Лоу-кик. О. Отстреливается Евгений руками. Корпус. Хай-кик попытался провести Максим, но по защите. Очень как-то осторожничает Евгений. Уже второй раунд близится к середине, а он как-то еще вроде бы не включился в серьезный поединок. Не знаю, что у него за план, но ему надо прибавлять, потому что жестко пробивает Максим. Попадает в пах здесь. Но это неумышленно, конечно. О. Ну, второй раунд. Что один, что другой боец пока что. Ну. Не хотят. Не хотят особо раскрываться. Да, такого. Подставляться. Жесткого обмена ударов и жесткой рубки мы не видим. Работают очень так аккуратненько. Но не считая вот этих жестких лоу-киков Максима. Коль не знаменит. Отвечает лоу-киком тоже Евгений. Захватывает ногу. Один удар проводит. Что в пределах правил. И руками начинает поднимать. Спиннинг-бэк-фист, к сожалению, мимо не попал Максим. Тоже коварный удар. Да, много спортсменов падало от него. Но опять неумышленный, непроизвольный в пах. Но здесь блокот, пять, слоу-кик. По защите, да. По защите работает Евгений. Но эти удары не засчитываются судьями. Здесь уже было что-то в стиле муай-тай. Попытки. Да, но нельзя, нельзя клинчевать Кей-Ван. Какую тактику? Какую тактику припас Евгений? Узнаем, скорее всего, теперь только в третьем раунде. В финальном раунде. Так, звучит гонг. Да, второй раунд закончился. Ну, мне кажется, как и первый раунд, второй тоже Максим выглядит более уверенно. Более жесткие оу-кики. Мотивации побольше. Да, они достигают цели. Евгений Шевченко больше по защите. Вот работает просто в закрытой, в глухую защиту, в блок перчатки. Скорее всего, в надежде, что авось попадет следующий. Не знаю, может быть, он готовит какой-то удар, нагружает руками голову, а потом пытается пробить снизу, но как-то не очень. Вот он, мы видим. Не очень эффективно это пока, что все. Нет, но он попадает, вот мы видим лоу-кик, он попадает. Бэккист, но не удался. Так, итак, третий раунд заключительный. Последний раунд. Лоу-кик отвесил Евгений. О, хай-кик, но в защиту. Продолжает сушить ноги Максим, своему оппоненту. И все так же скромно отстреливается Евгений почему-то. Опять непроизвольный удар. Пах, неумышленный. Пальцы продолжают. Но все более и более осторожно. Осторожную тактику показывает. Удар с развороту. Спиннинг-бэк-кик ногой попал. Корпус. Попал, да, Максим в корпус. Будет засчитан. И лоу-киком заканчивает Евгений. Поддерживают бойцов. Поддерживают. Мы слышим. Хай-кик по защите. И начал ногу поднимать. А это уже первый признак. Ну, на самом деле, ее надо всегда поднимать, когда летит лоу-кик. Но почему-то Евгений только в конце третьего раунда начал поднимать ее. Стало больно. Публика активно поддерживает Максима. Максима скандирует. Да. Не получился. Подскользнулся после спиннинг-бэк-фиста Максим. Одна минута остается до конца третьего раунда. А тем временем Максим технично отрабатывает лоу-кикоми все в ту же левую ногу. Как-то поразительно спокоен Евгений. Как-то не изменилась абсолютно его тактика за бой. И заметь, здесь начинает наращивать периодически. Но не устал. Ну, не знаю. Но я не вижу как бы жестких ударов. Эффективности. Да, и какой-то воли к победе. Как бы 30 секунд до конца раунда. А тем временем Максим. Максим ушел в ключ. Но. Много ударов наносит. Много ударов, но пустых ударов. Но они не приносят ему ни очков, ни урона своему сопернику. Абсолютно верно. А тем временем. Третий. Раунд подходит к концу. Коленом попадает сейчас правое колено попадает Евгений. Но конец. Звучит гонг. Ну, здесь, я думаю, судьи отдадут предпочтение. Да, здесь, я думаю, всем понятно, что Максим в этом поединке... Любимчик у эстонских. Да, любимчик эстонских девушек. Я думаю, что со счетом, скорее всего, 3-0 Максим в этом поединке одержит победу. Да, и вот мы видим повторы. А камера тем временем фокусируется на рефери, который поднимает руку почему-то Евгений. Ну, я думаю, что все-таки судьи отдадут победу Максиму, мне так кажется. Ну, на мой взгляд, просто он был более успешен. Да, и более жесткие удары наносил. Так что для меня лично это неудивительно. Я не знаю, почему так разочарован Евгений. Вот, но... И Евгений... Явно показал Аскал. Недоволен Артур Кишенко, видимо. Ну, знаете, обсуждать решение судей можно бесконечно. Вот, ну, как бы... Бой окончен. Да, бой окончен. Они вынесли свое решение. А нам остается только его звучать. Да, принять и озвучить. Боковые судьи сидят, у них в руках кликеры. Они считают баллы, очки, записывают их. И поэтому здесь со стороны может показаться... Здесь чисто технический аспект, да. Да, со стороны может показаться, что выиграл один, а на самом деле другой. Я лично считаю, что заслуженная победа отдана Максиму. Ну, чувствовалось его преимущество, которое он сохранил до третьего раунда. Ну, судьям виднее, как бы, они, в общем-то, отдали Максиму поддержать. А мы переходим за ринг и интервью с победителем предыдущего боя. Максим с Бодаренко рядом с нами стоит. Слушай, ты знаешь, как тебя здесь называют? Нет. Тебя называют любимчик эстонских девушек. Это правда, это правда. Поэтому я стою ближе, чем Виталий. Слушай, ну ты молодец вообще, был классный бой. Как себя чувствует? Ну, на самом деле не выработался. Соперник достаточно неудобный оказался. Он такой, можно сказать, избегал открытого боя, не стоял передо мной. Поэтому, ну, не мог выбрать на правильную дистанцию, чтобы пристреляться по нему. Но, тем не менее, победа, как бы, нащупал, что он ногу отдает. Не сушил ногу, как говорится. Максим, скажи, тебе больше нравится привозить тропей из-за границы или биться на родине? Честно, люблю больше за границей биться, потому что на родине большая ответственность. Как бы, ты, ну, не имеешь права просто поиграть. И от этого, как дополнительный груз, приходят все родные и близкие. И ихнее волнение аж тебе передается. Поэтому биться на чужбине, грубо говоря, всегда легче. Потому что ты как незнакомый, то есть, ну, тем не менее, Талин уже как второй дом для меня. Я уже, грубо говоря, чувствую, как будто дома дерусь. Да, мы часто тебя здесь видим. А у тебя есть девушка? Да, есть. А она тебе что обычно перед тем, как ты выходишь на ринг, пишет или звонит, или говорит? Ну, мы созваниваемся с ней, как бы, списываемся. Все время на связи. Прямо вплоть до того, пока ухожу разминаться, мы с ней на связи. А она знает секретные слова, чтобы тебя привести в чувство или успокоить? Конечно, знает. Но это секретные слова. Да не говори нам их, не говори. Слушай, ну, как ты считаешь, вот со своей стороны выложился на все сто во время боя? Нет, не выложился. Ты знаешь, а нам показалось так, что ты был молодцом, а твой соперник, он как будто бы избегал. Я вот и говорю, поэтому и не получилось выложиться. В каком турнире ты бы еще хотел принять участие? Ну, конечно же, в Глори. Самый крутой турнир, поэтому мечты туда попасть. Мы искренне желаем тебе туда попасть, ну и, конечно же, победить. Спасибо, спасибо. Спасибо, ты молодец, Макс. И мы смотрим повторы этого поединка, да. Поздравляем еще раз Максима, любимчика эстовских девушек. Желаем ему попасть на Глори, ну и чтобы нас не забывал. Заезжал на Number One Fight Show в Тонди Раба и Айхай. И вторую, как назвал уже Родину. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!